всем привет с вами до воды мы сегодня я вам расскажу про очень интересное средство называется она про клинер соответственно это порошок для того чтобы ваши колбы блестели сейчас расскажу о нем подробнее давайте для начала прочитаем инструкцию вообще что пишет производитель а потом я уже расскажу что мне производитель сказал и что как сделать удаляет налет и прочие загрязнения дезинфицирует и устраняет запахи не влияет на кожу рук нетоксично состав кальцинированная сода композиция пафов производитель о 5 суток способ применения после употребления кальяна засыпать 10 грамм это примерно столовая ложка про клинер в колбу залить горячей водой и активно сболтать оставить на 10-15 минут затем вылить и хорошо помыть колбу под проточной водой а давайте разберемся теперь в другой вещи а не обязательно сразу после курения это делать потому что если вы только что покурили на кальяне который был помыт достаточно просто подержать его под проточной водой но для кальянных это очень крутая вещь потому что на рынке сейчас есть спрей такой да но он не отмывает от загрязнения он лишь дезинфицирует но давайте будем реалистами многим кальянным абсолютно похуй на то что дезинфицированы это или нет главное чтобы это было чисто соответственно если это чисто то это уже очень хорошо а на сегодняшний день это так а самая главная проблема заключается в том чтобы прозрачные колбы оставались блестящими красивыми когда его выносят гостю потому что он обращает на это внимание а у меня есть вот такая вот колба от маклауда я их почти в принципе не мыл она очень грязная достаточно грязная сна с очень сильным налетом внутри который в принципе тяжело отмыть потому что горлышко здесь маленькая и не каждый ёршик сюда залезет так вот что мы будем сейчас сделать мы возьмем и засыпем туда про клинер поставим таймер подождем 15 минут и посмотрим что из этого выйдет но перед тем я вам расскажу что мне рассказал сам производитель цена а вот такого вот средства порошка она 200 рублей за пол килограмма в данном случае у меня более пробная версия на в меньшей таре но этих пол килограмма хватает почти на 50 кол соответственно если закупить целую коробку этого средства на 2000 рублей то можно забыть примерно на очень длительное время что такое закупаться чистящим средством плюс она не пахнет не воняет и ничем такой хуйней не страдает также а если брать тот же шуманит он очень сильно влияет на руки влияет на саму колбу и соответственно шуманит очень тяжело вымыть с колбы либо другие чистящие средства которые нужно замачивать на ночь где же ты пришел в начале смены засыпал во все колбы подождал смыл промыл и у тебя колбу уже чистый набрал их водой и ты готов к работе так что сейчас мы засыпем сюда наше средство и посмотрим что из этого выйдет у нас есть ложка у нас есть открытый проклинер и соответственно мы сейчас засыпем и у меня есть соответственно горячая вода спасибо так вот и мы сейчас сюда примерно столовую ложку засыпем главное это все не рассыпать я любитель рассыпать нет много взял буду понемножку все это засыпать собственно вот так это все будет выглядеть так сейчас мы немного тут особьем отлично теперь зальем медленно потому что вода у меня с чайника даже идет пар поэтому колбу у нас может не выдержать но можно просто горячей водой из-под крана чем немного кипяточком обдадим так так как грязь у меня почти до самого верха я наверно заполню ее полностью примерно вот так вот теперь нужно по инструкции все это хорошо взболтать но это не так легко сделать тогда когда у тебя очень горячая колба так ну в принципе в принципе мы взболтали и мы видим что вода просто стала цветом мочи давайте собственно подождем 15 минут и посмотрим что из этого выйдет 15 минут это долго прошло у нас 10 минут все это там отстоялось наверно да я вижу на лед он прям стал плавать весьма дне который был на самой колбе что я предлагаю я сейчас предлагаю нам немного переехать в другое место в частности это в ванную там есть и проточная вода есть куда все это слить и посмотреть если осадок и все остальное так что не переключайся мы сейчас переезжаем в ванную комнату так собственно мы перебрались в ванную комнату мы видим что цвет воды стал цветом мочи и давайте собственно все это сольем и попробуем промыть подсточной водой а началась горячая ну ладно как мы видим все стало хорошо но есть налет и сейчас мы попробуем его уже промыть в сточной воде а блять она горячая пиздец так мы видим что есть пенка это от этого средства еще еще раз ну собственно думаю по вид по камере видно что колба стала прям блестеть учитывая что я еще до конца не стер краску с внешней стороны но даже если на браке не воды то есть то видно что вода блестит ну собственно мы все сами видели и реально я как бы в это не верил я это пробовал вместе с вами и я не верил что очень такое возможно обычно приходится тереть вершом но как мы видим колба стала прям блестеть блестеть единственное куда я не доливал воды здесь до сих пор видно вот этот налет через который даже плохо видно но средство в принципе работает и его цена 200 рублей за полкилограмма это просто очень круто так что про клинер я думаю имеет место быть в кальянных дома и так далее собственно вот так вот это про клинер а кстати да номер телефона производителя я оставлю ссылочки в описании он попросил оставить именно не группу не сайт а именно номер чтобы напрямую со всеми договариваться и обсуждать соответственно варианты сотрудничества так что всем спасибо это дава дыма такой вот прикольный выпуск без курения кальяна ну просто а п Продолжение следует...